Как относитесь к проектам СтопХам и Лев Против? По вашему мнению, законны ли их действия? Отношение двоякое. То есть, меня точно так же, как участников движения СтопХам – я живу в центре города Санкт-Петербурга. Машины здесь ставить негде. Страна, как нам всем известно, действующим кровавым режимом доведена до края нищеты, поэтому машин в городе столько, что свою поставить негде. Через это граждане непрерывно в центральных районах становятся вторым рядом, включая мигалки, им надо. Они стоят, мигают, и я так понимаю, что мигание обозначает некую аварийную ситуацию, аварийной ситуации нет, он в магазин пошёл, ему тут удобно. А мне неудобно, и я считаю, что покупая автомобиль, место, точнее покупая автомобиль, право на стоянку где угодно, в каких угодно местах в любое время, ты себе не покупаешь. Правила одинаковые для всех. Я считаю, что подобных граждан надо карать. Но тут, мне так кажется, этим должны заниматься власти. То есть, ситуация, в которой гражданское общество начинает заниматься людьми, нарушающими правила дорожного движения или общественного порядка. Лев против – это, как я понимаю, граждане, которые ходят по дворам в спальных районах и не только, и пресекают употребление алкоголя другими гражданами и безобразное поведение. Если возникают подобные гражданские инициативы, это говорит ровно об одном – что власть этими вещами не занимается. То есть, разнообразные клоуны могут парковаться, где попало, мешать, кому попало. У нас тут в Питере улицы узкие, в общем-то там полоса туда, полоса обратно. Если там поставить машины у обочины, уже проехать невозможно. Если какой-то баран встанет и начнёт мигать, то он не даёт проехать никому. Просто потому, что ему там надо. Мне кажется, для этих целей должна быть следующая система, как мне это видится. То есть, должны быть озадачены, например, для этого не надо даже никакую специальную службу создавать, должны быть озадачены гражданские активисты, например, пенсионеры. Это хорошо, что в СтопХаме там молодые парни и всё такое. Но вот пенсионеры, у всех есть телефоны, вот пенсионер идёт по улице, видит – машина запаркована неправильно. Должна быть возможность немедленно её сфоткать и отправить это в соответствующую онлайновую службу, где это обработают. А товарищу, который запарковался не там, где надо, влепят штраф без промедления, влепят штраф. А штрафы лучше всего изымать мгновенно, с банковских счетов. То есть, ты запарковался где нельзя, включил мигалку, пошёл куда тебе надо по своим делам, создав людям неудобства, прошёл мимо дедушка с телефоном – клац, и вот тебе уже во время решения твоих неотложнейших вопросов приходит СМС, за нарушение правил дорожного движения, за нарушение правил парковки, с вашего счёта списано 5000 рублей. Я считаю, это мгновенно приведёт в чувство 99,9% граждан. Мгновенно. Почему такое не делают, мне непонятно. На мой взгляд, это гигантские поступления в городской бюджет обеспечен. Почему так не делают, не знаю. Ну, вот лев против – это несколько сложнее. Ну, завершая, так сказать, законны ли их действия, они на грани, так сказать, законности проходят, и то, что этим занимаются рядовые граждане, лично мне, например, как бывшему сотруднику, сильно не нравится. Ибо это всегда порождает серьёзные конфликты между гражданами там, где должен действовать представитель власти, туда лезть, на мой взгляд, не следует. Ну, и людей понять можно. Никому не нравятся пьяные компании, орущие там, безобразящие под окном, матерящиеся. Рядом дети гуляют, женщины. Что это такое? Считаю, надо давить на депутатов на своих, надо давить на власть и заставлять действовать правильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова